Добрый вечер! В эфире программа «Детали» и я, Дина Кандылаки. Будем говорить о людях и событиях, словах и поступках в этом году в последний раз. Нет ничего приятнее, чем в канун Нового года поговорить с самым оптимистичным человеком. Из первых лиц отечественного телевидения Максим Галкин – самый молодой и общественно любимый. Успешный юноша из интеллигентной семьи весело и легко взлетел к высотам Олимпа народной славы. Во-первых, он с детства умел смешить окружающих своими пародиями. Во-вторых, стал ведущим популярной программы и, наконец, главная волшебница страны Пугачева выбрала его на роль своего принца и лучшего друга. Просто встретились два одиночества, да, разожгли на полянке костер. Мне кажется, что это, во-первых, очень настоящее и какая-то очень подлинная дружба действительно двух одиноких сердец. Ничего в ней нет подлого, ничего в ней нет запретного в этой дружбе, ничего в ней нет того, в чем можно измазать нос всем любопытным. Ценность дуэта только усиливается значимостью каждого из участников. Максим был вторым сыном в семье генерала бронетанковых войск. После школы он получил высшее образование и мог бы стать лингвистом, но его природное дарование увлекло его совсем в другую область. За пародийный номер, в котором Галкин изображал известных политиков, его взяли в концертную программу учебного театра МГУ. Потом на одном из концертов его заметил Борис Брунов и пригласил работать в театр эстрады. Затем Задорнов позвал к себе в гастрольный тур. Петросян начал показывать по телевидению, а Хазанов предложил сделать сольный концерт. Посыпались премии, награды и, наконец, в 2001-м Максим запел. И уже не важно как, а важно с кем. Манерный, чувствительный и чрезвычайно требовательный к себе и к окружающим. Максим знает четыре языка, поет без микрофона оперные арии, хрипит как Армстронг, картавит как Вертинский и распевает французский шансон а-ля Эдит Пиар. Потом принимает цветы как Жириновский, выступает в образе Путина и прощается с публикой как Николай Басков. Максим Галкин перешел в режим хронического бенефиса. Я так волнуюсь, знаете. Вот, ну ладно. Я Ренат Литвинова. Эфир моя программа. По данным журнала Forbes, самый высокооплачиваемый эстрадный артист Максим Галкин имеет годовой доход более трех миллионов долларов. Может быть, поэтому из человека, который демонстрировал свои артистические возможности, он превращается в человека, который демонстрирует самого себя. Здравствуй, мой любимый Максим Галкин. Здравствуй, Тина. Здравствуй. Передаю тебе привет из нашего университета. Университеты тебя любят, помнят, вспоминают опять с нежностью. Каждый раз, когда я приду в университет, я уже говорю, 10 раз передавала Галкину, что он учился в РГГУ. Даже стыдно сказать, на факультете международные отношения. Ты готовишься к засылке куда-то? К заброске, я бы даже сказала. Нет, серьезно, зачем тебе? Ссылке. Зачем тебе международные отношения? Зачем тебе лингвистический факультет? Нет, подожди секунду. Я когда поступал на лингвистику, я еще не знал, кем стану, я поступал, чтобы получить образование. А зачем тебе международные отношения? Сейчас ты у нас такая прям вся международная уже. Вся национальная прямо, да, вся прям красная, итальянская. Зачем тебе? На всякий случай. Кто его знает, как времена повернуться? И выглядишь, все будете петь, танцевать, выступать по телевизору. А специальность какая вы? А я у телевизора дипломат, конечно. Ну, 5 января, сейчас выборы скоро в Грузии, но я не успеваю пока по возрасту. Еще лет 5 надо подождать. А ты оттуда все время кого-то высылают? Так, в том-то все и дело высылают. Почему? Я-то вам Батуми переименую, Батуми у нас будет Сент-Рапе, а, соответственно, горный курорт сделаем Бакурьяни, Куршавелли. Вы все поедете туда организованными группами. Разве плохо? Все это кто? Ну, как все? Наша отечественная эстрада, раз. Наш отечественный бизнес, два. Ну, там, тех, кого отсюда пошлют, соответственно, я там приму. По делу. Мы начали что-то про мерсию. По делу, да, не про то. Значит, из университета привет большой. Спасибо. Очень любят, помнят. Я когда бумажки читаю в газете, читаю, я в это мало верю. А мне там говорят, вы знаете, сколько языков знает Галкин? Я говорю, ну что, наверное, английский знает. Я говорю, их хорошо. Они говорят, Галкин, блестящий французский. Я говорю, да ладно, немецкий, я говорю, да не может этого быть. А потом я про себя думаю, развиваю мысль. Если ты реально, ты правда знаешь эти языки? Нет, ну, я сразу хочу разграничить понятие. Слово знаю, глагол знать, это неправильный глагол. Мы его неправильно употребляем. Я могу сказать, что я знаю русский язык. И то я могу ошибаться и не знать его в полной мере. Потому что уж более сложного языка на территории нет, есть. Но неважно, есть сложнее. Короче говоря, я могу знать русский язык, а в какой-то степени я учил те или иные языки. То есть я могу читать по-французски, я могу бегло говорить с носителями языка на французском языке. Могу поговорить по-английски хуже, чем по-французски. Читаю английские книги. Немецкие я знаю в меньшей степени, чем французский и английский. Я учил и латыни. Если ты мне скажешь какую-то фразу по латыни, я могу догадаться, что она означает. Вот у всех артистов есть амбиции, кто поет на запад, прорваться. Вот приезжаю на запад, включаю радиостанцию и правда. Слышу Диму Билана на одной, на второй, на третьей. Я про себя подумала, если ты знаешь язык, вот теперь я знаю точно, ты хорошо знаешь французский. Почему бы тебе в жанре пародии, например, в Сарказье не пародировать и не выступать за границей? Ну, как бы, у нас же все любят покорять зарубежные страны. Или это возможно? Нет, это абсолютно невозможно. Юмор, если песня переходит границы государств и территорий, и абсолютно интернационально может быть, то юмор это абсолютно актуализованная вещь. Ты должен быть погружен в атмосферу, ты должен дышать тем же воздухом, которым дышат твои соотечественники. Более того, я тебе скажу, даже русским юмором или, скажем так, эстрадой российской, нельзя заниматься, живя там за рубежом. Надо постоянно быть в курсе, постоянно ловить полутона, оттенки. А чтобы овладеть этим на уровне носителя другого языка, ну, это надо там поселиться. И желательно где-нибудь в детстве, а не в моем возрасте. Как лингвиста тогда хочу спросить. Вот объясни мне, я понимаю, что вы немного в разных жанрах, наверное, но все равно интересно, что ты думаешь. А как же Бород Сагдеев? Вот как же Саша Барон Коэн, который, я приезжаю в твою любимую Францию, я приезжаю в Германию, я приезжаю в Италию. Помнишь, когда вот фильм только выходил? Везде он. Человек, который вряд ли знает казахскую культуру. Я сомневаюсь в этом сильно. Но, тем не менее, на этом каком-то странном языке, придуманном им самим, он сумел добиться внимания у большой аудитории. Во-первых, этот Саша Барон Коэн никакие языки не придумывал. В этом дурацком абсолютно фильме, в котором он снимался... А ты знаешь, на каком языке он там говорит? Да, естественно. На каком? Он говорит на иврите, а его партнер... То есть он перемежает галиматью на иврите, на идише, а его партнер говорит на армянском вообще. Ты понимал? Или тебе сказали? Нет, я это понимал. Я смотрел в оригинале. Я обалдела. Я знаю армянский. Я вдруг смотрю Сашу Барона Коэна в этом фильме. Ну как? Ну я знаю какие-то, че там, цаветаны там. Не, ну они там все время ругаются. Фрорик, темблик, напаста, кинчиснстель, тибетак, оригнан, кмертуна, чемга, чемгазертуна. Да-да-да-да. Хачугуцун, Баруцун, конечно. Причем продюсер говорит... Да. Жалко, конечно, что они на грузинском, но тем не менее. Грузинский совсем не знает. Да. Продюсер там все время говорит на армянском. Да. А этот все время говорит... Да-да-да-да-да-да-да. Это уже иврит перешел сейчас. Это что нам стоит. Я все время, ты знаешь, я вот приезжаю, я обожаю разные языки. В Эстонии по-эстонски... Я даже пытался выучить кабардинский, уж сложнее языка нет. Добрый вечер, дорогие друзья. По-кабардински будет... Ой, да ладно. Да, я не могу говорить, что я не могу говорить. Нет. Ну, неважно. Все равно там столько звуков. И, кстати, вот все кавказские языки, дагестанские языки, там, даргинский, лесгинский, табасаранский, это просто такая лаборатория для всех лингвистов. Потому что там есть такие звуки, которых нигде нет, такие обороты. Да-да, вот на аварском будет старая, по-моему, лягушка. А на грузинском бакатый. Ну вот. Ну и скажи вот. Для кого мы сейчас с тобой ведем эту передачу? А ты знаешь, или это речь грузина, моя мама, мой папа. Нет, я понимаю, но... Да и брат. Естественно, многие знают эти языки. Плюс Дима Билан. Так я начал говорить о том, ты задала вопрос вполне конкретный про Сашу Барону Коин. Это немножко другой жанр. Ты же меня спросила про мой жанр. Я говорю про политические пародии, про артистов эстрады, про разные, ну вот, то, что вот сейчас, то, что витает в воздухе, про шоу-бизнес. Актуально. Естественно, я выступал на зарубежной аудитории еще в 95-м году. И как это было? Ну, замечательно, я имел успех. Ближние зарубежья? Да нет, в Италии. Какой ближний зарубежья? В Италии в 95-м году со студенческим театром МГУ у меня не было еще какого-то большого опыта шоу-бизнеса или эстрады, но я перевел честно с итальянцем свой номер, где были собирательные персонажи, какой-то колдун, какая-то телеведущая, какой-то еще что-то. Взял какие-то образы, собрал это все, перевел. И ты что, я шпарил на итальянском? Я сейчас ничего не помню. У меня была телеведущая, я изображал эту телеведущую. Строчил 4 текста А4 формата, я имел успех. Потом я выходил и пел «Бонжорно, Италия, с спагетти в 20-м году и с кема-барба в 20-м году и с кема-барба в 20-м году.